Манят буквально. Один их вид, когда идешь от метро или просто подходишь к стадиону. Но посмотрим, посмотрим, каков будет проект. 2-1 в пользу мадридского Реала. Правда, есть сразу несколько оговорок перед этой встречей. И фаворитизм Реала довольно серьезно за время, отделяющее первого матча от второго, пошатнулся. Но, по крайней мере, есть такие разъедающие, это фаворитизм, факторы. Например, дома Реал в последний играет просто катастрофически. Он проиграл три последних матча. Он в нынешнем три последних домашних матча проиграл подряд. Он в нынешнем сезоне дома вообще проигрывает немало. Он и ЦСКА в Лиге Чемпионов проиграл, он и Соседаду, и Жирони, многому проиграл. Поэтому играть в Кубке Короля и в чемпионате сейчас третий турнир. Сейчас Чемпионская лига, и команда уже в подтрибунном помещении. Хочется, чтобы вот эта вот конструкция исчезла после перестройки стадиона, потому что отделенные друг от друга клеткой, это как-то странно выглядит. Да, это выглядит немного странно. Но нет Сергио Рамоса, Реал. 14-й Казимиро и 8-й Тони Кросс. И в атаке Карим Бензима, 9-й номер центральный нападающий. Слева Венисиус Жуниор, 28-й. И справа Лукипер Андрео Нана, 24-й номер. Четвертый капитан команды Матейс де Лихт, 6-й Дони Ван де Бек, 7-й Давид Нерес, 10-й Душин Тадич, 12-й Нусаир Мазрауи, 17-й Дейли Блин, 20-й. Карьера талантливого достаточно игрока. Довольно быстро скуксилась просто потому, что конкуренцию в таком возрасте выдержать довольно трудно. Из Голландии уезжают рано. Это в том числе проблема и для, по-прежнему, много. Пока эпизод борьбы в центре поля и здесь нарушает правила Аякс. Да, Николас Талифико выпрыгнул выше Лукаса Васкеса, положил и Тенхак. Высокая подача, опасно перекладина. Или даже в крестовину мяч угодил. Первый голевой момент и снова Васкес. Мяч достается Реалу, Модрич. Очень изящно Модрич. Дважды в развитии этого эпизода сыграл пяткой. Причем здесь не было ни малейшего. И в том числе и в атаке. Но вот Аякс перехватывает мяч и тут же создает момент. Опасно удар. И гол. Аякс забивает в первой атаке. И даже момента вроде не было. Но подключился один из лучших бомбардиров голландского чемпионата, голландского футбола. Хаким Зиеш и вогнал мяч в дальний угол. Ну вот, пожалуйста, Реал в обороне со всеми вытекающими отсюда прелестями. Но он не играл в обороне еще. В этом эпизоде оказался. А это... Да, это сложная достаточно проблема. Кросс, пауза. Еще одна. Это уже слишком. Гораздо глубже. Если говорить о самом легендарном голландском футболисте Нерес. Красота. Красота. Был вообще про разочарование многих лет для мадридского Реала. Хотя он и голы забивает. И даже титулы приносил. То есть лиги чемпионов забивал решающие голы. Но это все-таки не... Ну вот сейчас поторопился с решением Тони Кросс. Есть ощущение, что слегка... Еще один заброс в штрафную площадь. И снова Варан бьет. Вот так после двух угловых. И опять второй волной. И голкипер спокойно справился. Ох, какой разворот. Зидановский. Мы увидели передача. Опасно. Удар. Гол. 2-0. 2-0. Алякс ведет на Сантьяго Бернабеу. И забивает Нереси. Какой пас. Легкий, свободный. Удивительный момент. Как Алякс теперь стал реализовывать то, что происходит. Кстати, эти люди в красном. Это же как раз болезнь Алякса. Еще один момент. Можно простреливать вдоль ворот. Нет. И ешь на передача в свободную зону. Нереси ходит к воротам. Опасно. Удар. Пустые ворота были. Но вырезал с левой ноги. Немного не в ту сторону Бразилия. Но какая же передача. Вот это Аяксовский ход. Это Зиет. Ну вот момент. У Реала будет удар поворотом. Он, она отбивает мяч. Бензима чуть назад на Венисиуса. Ушел уже мяч за пределы поля и угловой. Потом был 27-го мяч с Ленордом на кубок. Еще один момент. Момент. Удар поворотом. И это снова голевой момент. И Тибо Куртуа спасает свою команду. Тольятти под давлением. Никуда деваться не мог. А в результате сделал передачу на карточку. Будем так говорить. И вот его легендарная скорость уходит. Венисиус от защитника. Он штрафной удар. И мимо ворот. В боковую часть сетки попадает бразилец. Долетев до голевого момента. И опять не забив. Но вот момент Аякса вновь. Это Ванденбек. Ванденбек получил передачу в штрафной шоу. И здесь подбор. Подбор за подбором. Удар. Куртуа спасает. Подбирает мяч Нерес. И зарабатывает угловой. Что творит Аякс? Фрэнки де Йонг. Передача прострел. Ой, как высоко это вратарский мяч. Скорее всего нет. Ошибка. Он аны. Но все же большая пауза. Мяч штрафной. Ассенсио. Удар. Здесь Тадич. Ой, как Тунинг. Это Гаррет Бэйл. Гаррет Бэйл. Снова штанга. Второй раз в сегодняшнем матче. Брать Модрич. Вот это здорово. Он развернулся угловой. Зарабатывает сам. Не за счет чьей-то ошибки. Перерыв. Перерыв. Тяжелое. Гнетущее ощущение у болельщиков Реала. После такого тайма. Но всегда нужным планом. И Зиеха. И теперь Де Йонга. Но галкипер сегодня. И тоже самых добрых слов заслуживает камерунец Андрео Нана. Матейс Де Лихт. И вот этот человек. Дейли Блинт. Играют в центре обороны. Четвертый и семнадцатый номера. Слева Талиофика тридцать первый. И справа Мазрауи. Двенадцатый номер. У него желтая карточка в первом тайме. Полузащита. Ван Дебек. Шестой. Игра в игре с Атлетикой Магонетро. Прорывается сам под удар. Готове. Удачно. Асенсио. Удар. Это было близко. И Реал очень серьезно взялся за дело с самого начала второго тайма. Еще один арт площадь. Бензима. Удар с разворота. Угловой мне показалось. Может быть почудилось, что был рикошет в момент удара француза. Разворот. Но долго. Тадич нет. Ох, какая передача. Тадич. И Ван Дебек не забивает. А ведь три. Тадич ешь. Все руки какие можно. Вот как Чех Норрис может сделать все отжимания. Сейчас все руки Ван Дебек поднял. Удар Карима Бензима, но не сильный. И спокойно. Очень важно. И сейчас вновь. Вот речь. И как правило два соперника у каждого игрока Реала. Понятно здесь принцип преимущества. Видели. Но Бензима-то тем и хорош. Что он может обыграть один в один. Штрафной едва не забивает. Карим в дальний угол. Красиво. Красиво сейчас разобрался с защитником. Посмотрим еще раз. И насладимся. Но удар опять не получился. Но это... Нарез Тадич. Пас в разрез. Здесь. Удар с острого угла в исполнении Мазрауи. Он осмелел. В первом тайме... Дебек. Тадич. Ну. Удар по воротам. Потрясающий гол. Должен был в этом матче забить и этот игрок. Душин Тадич. Почти выводит Аякс в четвертьфинал Лиги Чемпионов. 3-0. Оказывается не только ЦСКА умеет так выигрывать на Сантьяго Бернадо. Но это просто фантастика. 3-0 в пользу Аякса с великолепным голом Тадича. И как вот здесь поборолся Назрауи. Мяч ушел вообще-то. Есть Варк, кстати. А есть Варк? А Варк-то есть в Лиге Чемпионов. Может быть и посмотрим. Надо смотреть. Но дальше все было сыграно. Но это просто великолепно. Надо смотреть. Атака. Удар схода нет. Вот Бейл. Момент. Удар. Анана отбивает. Как же Бейл не попал. Сейчас просто мощно. В дальний верхний уровень. Ригелон здорово убрал одного. Асенсио бьет. Первый есть. Осталось два Реала забить. 1-3, 3-4 по сумме двух матчей. Вот еще кого не было в роли центра форварда. Это Марко Асенсио. Он, кстати, очень много сделал в этой атаке с самого начала. Ригелон со всех ног прилетел. Диеш махнул мимо гавай. Держать мяч там. Просто выигрывая время и, может быть, создавая моменты. Таяк Сашоне подает штрафную или даже бьет удар. А вот это Куртуол. Или Шоне. Так как угодно. Шоне умница. Но как же можно было такому большому уратарю пропустить мяч себе за спину. Ласса Шона 4-1. А кто его 4 гола на Сантехо Курнабеу последним забивал? Ну, Барселону забивала. Но так, чтобы в Европе на вас акцент немного обидный со стороны рядача. И попытка пробить головой. Этот момент хороший у Бейла. Зиеш. Еще один удар. Минуты все опустошение. Бензима играет великолепно. Модрич. И даже это не гол. И это не гол. Как можно. Вот сейчас 10 минут и достается. Сейчас все могло вновь полыгра. Сегодняшняя игра Аякса. Только как играет на левой. Аякс выбивает Реал. Из Лиги Чемпионов Е2. Не с совершенно сокрушающим счетом. Хаким Зиеш не сможет, захочет играть. И сыграет, наверное, лучше, чем с какой бы то ни было другой командой. Потому что только так ты можешь стать, ну не знаю, Нескинсом или кем-то еще. Ван Дебек, Зиеш. Действительно, сегодня была просто невероятная игра. Аякс одерживает победу со счетом 4-1. И по сумме двух встреч проходит обладателя Кубка Чемпионов. И выходит четвертый финал. Михаил Пареда, Феликсандр Шмолдов.